Добрый день! Всю неделю наши корреспонденты собирали новости, чтобы вы были в курсе последних событий. Ну а к пятнице мы отобрали ключевые темы недели. Как медицинское обслуживание сделать лучше? Ремонт какой дороги раскритиковал мэр? В деле черных лесорубов, известные в регионе фамилии, бассейн для энергоуниверситета и не только. В Иванове проходит неделя кино. На этой неделе в правительстве рассмотрели вопрос о первоочередных мерах по улучшению качества медицинского обслуживания населения. Пунктов у представленного Артуром Фокиным плана много, начиная с организации работы учреждений здравоохранения и заканчивая популяризацией здорового образа жизни среди населения. При разработке документа опирались на реальные жалобы пациентов. Одной из ключевых задач станет создание единой диспетчерской службы вызова скорой помощи. Будет что-то наподобие такси. Например, о том, что машина с бригадой назначена, больному сообщат. В тестовом режиме система заработает в октябре. Так, при поступлении вызова из любой точки региона будет происходить определение, ближайшее к конкретному адресу бригады, которая в результате отправится на вызов, вне зависимости от административно-территориального деления и привязки к учреждению. Также создание единой диспетчерской службы предполагает включение в ее структуру подразделений, которые будут обеспечивать сопровождение вызова такими услугами, как оповещение назначения бригады и времени ее места прибытия, маршрутизация при требующейся госпитализации, дистанционная врачебная поддержка фельдшеров. Все эти меры направлены на то, чтобы с первой минуты обращения за скорой помощью человек не чувствовал себя брошенным. Для участия в федеральном проекте «Безопасные и качественные автодороги» в Иванове выбрано 26 объектов, в том числе улицы Шубиных, Кудряшова, проспект Текстильщиков. На Кудряшово меняли бордюрный камень, ремонтировали тротуар, положили тактильную плитку. На проезжей части новый асфальт по технологии ЩМА. Его называют самозалечивающимся. Срок службы – 8 лет вместо 5, как у асфальтобетонной смеси. Во время инспекционного рейда Владимира Шарыпова не устроила ни качество укладки, ни то, как выполнены откосы, и к тому же подрядчик закрыл ливневку. Сумма сметы на Кудряшова – 27 миллионов. На Текстильщиков сделают 2 километра на 107 миллионов. «Понятно, что у нас особые требования к подрядчикам по этой программе, потому что люди действительно ждут, что поменяется качество наших дорог, тротуаров, что все будет сделано с учетом комфортной, доступной среды, и люди с колясками смогут проезжать. Вот сегодня мы на объекте видим совершенно безалаберное отношение подрядчика к своим обязанностям, видим открытые люки, отсутствие знаков дорожных, видим то, что тротуар вертолетом, уже лужи стоят, и, соответственно, конечно, такие работы приниматься не будут». Силами полиции и регионального УФСБ пресечена противоправная деятельность группы граждан в сфере лесопользования. Факт незаконной рубки был зафиксирован в Заволжском районе. Под топор дровосеков-нелегалов попали преимущественно хвойные деревья. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей. По подозрению в совершении данного преступления задержано 5 человек. Один из них – ивановский бизнесмен Дмитрий Сиганов. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. У Энергоуниверситета появится бассейн. Площадка уже выбрана на пересечении улицы Рапфаковская и Красных Зорь. Строительство финансирует партия власти в рамках проекта «Бассейны вузом». В ближайшее время в вуз поступят средства на разработку проектно-сметной документации. Первый камень в будущий бассейн заложат только в 2020 году. Ректор вуза отметил, что в планах разработать несколько вариантов эскизов будущего бассейна и представить их на суд властей и общественности. Это будет недноэтажное здание. Бассейн предусматривает 6 дорожек, длина 25 метров, ширина 2,5 метра. Поэтому мы там сделаем еще фитнес-зал, безусловно, мы сделаем там какую-то зону кафе, так, чтобы это было удобно для посещения, для занятия здоровым образом жизни. Неделя кино в Ивановской области. Открытие 13-го международного кинофестиваля «Зеркало» состоялось в Юрьевце. На Георгиевской площади выступила группа «Симфоническое кино». И вот уже пролетела неделя и «Зеркало» закрывается. Все показы конкурсной программы проходили бесплатно в кинотеатре «Лотс». Нужно отдать должное, новая команда организаторов фестиваля действительно сумела привлечь зрителя. Второй год подряд залы заполнены до отказа. Аншлаговым сеансом, к примеру, стал показ картины Анны Пармос «Давай разведемся» в рамках программы «Свои». На Кинотавре фильм получил приз за лучший сценарий, приз за лучший дебют и приз зрительских симпатий. На этом все. Мы рассказали об основных событиях этой недели. Новый выпуск итогов смотрите в следующую пятницу. Делитесь с нами своими новостями по телефону 93-4009. Увидимся на РТВ.